Всем бритвоманам большое здравствуйте! Я тут начал затачивать и вдруг вспомнил, что я вам когда-то обещал показать, как точить, но одна бритва уже прошла мимо данного процесса, но я все равно вам все это покажу. Мне пришли три бритвки, я должен был за точкой разобраться, я не стал с ней особо разбираться, я взял просто-напросто и переточил. Это бритвка, может быть вы ее помните, полиуретан, оправа, клин стопроцентный, как затачивать? То есть многие заточники и псевдо-заточники, особенно псевдо, которые, они не понимают, что с ним делать, когда стопроцентный клин, то есть вообще вогнутости у клинка нет, как быть, как с этим жить, все просто, наклеивайте два слоя изоленты, то есть один слой, это как на стандартную бритву, а второй слой, это именно для стопроцентного клина. Все. И затачивайте просто, как все рядовые варианты. то есть ничего нового, совершенно ничего нового, правите тоже с изолентой и протираем. Сейчас ее, она волос уже проверял, рубит, рубит она его очень и очень хорошо, то есть что нужно, того я добился, зеркальная вот эта вот кромочка, но это все лирика. Давайте по делу, одна бритва готовая, как и что нужно делать, заточка, штука не сложная, но требует немного размышлений или внимания может быть даже, я не знаю, сейчас сами все увидите. Как делаю я, зажимаю трутвачу в тиски, для того, чтобы отрезать изоленту, я вам сейчас чуть позже покажу, как это делается. И вот так вот, в один слой. Стул, на котором я сижу, скрипучий, поэтому терпение. Вот это приспособление. Укладываете на ногу тряпку потолще. Берете любой камень, 5-6 тысяч, японский, китайский, без разницы. Берете алмазную плиточку, зачищаете края, плоскость чуть-чуть вообще, и потом вот так вот, вот так вот, чтобы на нем осталась эмульсия, то есть от камня, она есть. На видео, наверное, это не покажу, вода сейчас скапливается, сейчас стекает. Камень должен быть этот замочен, то есть он водный. Никаких хитростей, сложностей нет. Бритовку, также ведро с водой, и начинаем. Нажима практически никакого нет. То есть, если бритва заточена, уже была ранее, то вообще нажим тут, в принципе, лишний. Самое главное, чтобы она у вас не ковыркалась. То есть, найти тот момент, наверное, не видно, сейчас я по-другому покажу. Вот так, наверное, лучше. То есть, перекладывайте так, чтобы она у вас не ковыркнулась, ни туда, ни сюда. Особенно вот сюда, чтобы на острие никак не ковыркнулось. И таскаете, как хотите. Хотите просто вот так вот вдоль, но для точности движений должны быть хотя бы слегка вот такие вот эллипсные движения. Точность сразу же увеличивается в разы. Это, я вам точно говорю, проверено временем. Почему на ноге? Нога – это такой универсальный демпфер, на котором нет жесткости крепления камня. И это очень важно. Потому что, если камень будет жестко закреплен, то вы промажете, не знаю, раз пятьдесят. Пока только одну сторону катаете. Вот он подзалипать начал. Я показываю вообще что-нибудь. И вот так пальцем пробуйте. Должен быть заусенец появится. Его пока практически нет. Никаких вылечительных стекол. Никаких там этих извращенских, как их там, микроскопов. Вот это вот все уберите куда-нибудь подальше. И вспоминайте об этом только, когда вам нужно разглядеть микробов каких-нибудь. Но никак не заточку бритвы. Представляете, да? Своего деда, прадеда с микроскопом. Вот ржачка была бы. Пробуем. Вот он заусенчик. Заусенчик по всей длине есть. Отлично. Вот он царапает палец. На пяточке его мало. Сейчас я добавлю. Надо по всей длине добавлять, но на пяточке больше задерживаться. Уж видео может быть и длительным получится. Но либо так, либо никак. Все, заусенец просто полноценный. Значит, переворачиваем. И видите, какие движения? Нескосок. Эллипс. Но никак не вот такие вот. Это фигня полная. Я вам скажу сразу же. Ну, может быть, там для какой-то там дряхлый бритв. И такой сойдет. Но для бритвы из полноценной стали движения вот они какие. Пробуем. Заусенец должен быть такой царапистый. Прямо вот по всей линии нет еще. Он есть, но он какой-то такой еще... Как бы сказать. Вроде как бы есть, но вроде как бы он немного где-то и нет. Это как вот так вот. Вы заметьте, сколько времени я таскаю по камню? Это минимум. То есть, там не надо идти часами. Например, я там таскал. Два часа, три часа. О, все. Заусенец поселения хороший. Теперь в обратку так протаскиваем. Чтобы он немного выпрямился. Заусенец, чтобы потом было легче его уродить. Отлично. Он теперь царапается на обе стороны. Хорошо. Все. Сейчас я все промываю. Камень в воду. Утопил. Бритву промываю. И, что очень немаловажно, то есть пальцами ее так смываете. Я сейчас не показываю, потому что камеру вертеть так это неудобно. Промыл. И обязательно снимаем эту изоленту и наклеиваем новую. Если вы перейдете на следующий уровень, а он будет уже финишным, то есть всего лишь два этапа. Это было сейчас 5000 грит. И в итоге будет там около 12000 грит. Вот так вот. Обязательно сменить изоленту. Итак, бритву протер. Если вы увидите, то изолента. Реально потертая. Вот она прямо реально словила потертости. Надеюсь, это будет видно под каким-то углом. Поэтому этот первый вот... То есть слой до первой заточки. Обязательно убираем. Я сейчас протру. И вам покажу, как это делается. Чтобы все было просто в легкую. Это вот повторюсь. Тут ванча у меня тут зажата. Беру изоленту. Смотрю, где заканчивается кромка. Беру чуть за нее. Выдерживаю середку. Не показываю, да. Но делаю, как мне удобнее. Потому что здесь ищу так же середку. Чтобы она выпукла на середочку. И с краешку. Дальше. Разглаживаю середку. Сначала. Потом чуть по краям. Чтобы она легла ровно. Это очень важно. Это мелочи. Но... Все. Бриток вы готовы для финишного уже движения. Итак. Для финиша я беру вот такой вот. У меня японский камень. Какой-то прессованный мел. Какой-то прессованный мел. Очень шустрый. Очень максимально финишный. И четко то же самое. Просто вот четко то же самое. Как и на предыдущем пятитысячном камне. Но более расслаблено. По точности. Потому что тут он гульнуть. То есть может. Но это реально надо для этого постараться. Тут можно вот такие движения делать. Можно полу вот такие вот. Эллипсом. Но эллипс обязателен. То есть хотя бы в конце. Даже можно вот так вот потаскать. А потом все равно завершать это эллипсом. Сначала по грубому. Вот так вот. По прямому можно потаскать. Можно вот так вот. Если кто хочет. По размашистей. Здесь уже ошибиться очень сложно. Написано на коробке у данного камушка. 12 тысяч грит. Но по ощущениям здесь намного мельче камень. Так эллипсом заканчиваем. Пробуем. Заусенчик только начал появляться. Он будет тут не такой грубый. Как вот после пятитысячного камня. Он такой мелкий-мелкий. Просто вот. Я не знаю с чем его сравнить. Но он такой чуть ощутимый такой. Но он уверенный. Прям уверенно чувствуете его. Но он еще и ему рано появляться. Потому что я не чувствую такого легкого подлипания. Вот хотя уже на кончике. Уголовки. Лезвие вот это вот. То есть там и уже есть. Вот и тут уже. Вот, 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 вот. Все. Залипание начинается. Все. Залипание это. Бритва начинает ездить по камню. Как-то туговато. Как-то так. Как будто там. Ну, как будто оно реально увеличивается. Увеличивается сопротивление. Все это завершаем движениями эллипсом. Это очень важно. Мелочь, да? Мелочь. Но это важно. Пробуем. Вот он пошел, пошел, пошел. Есть по всей линии, но не какой-то, еще не очень уверенный. Поэтому я продолжу. Этот заусенчик должен ощущаться просто, вот, на 100%. Просто, что вот по всей линии его просто должен ощущать. Он такой, какой-то микроколюсечка такая, как будто бы. Я как-то часто слышал про себя, что там, да вот, я заусенец впрямляю, вот он пока волосы рубит, бриться начинаешь. Он не бреет. Это вы с собой не сравниваете. То есть я так никогда не делаю. Если заусенец остался, это все. Бритья не будет никогда. Хоть выпрями его, хоть загни этот заусенец. Его не будет. Бритья. Вот она такая, вот она колючая, такая, как крапива. Все, по всей длине. И все. Переворачиваю. И понеслась в обратную сторону. Точно до такого же заусенца. Это будет уже финиш. То есть кромка будет зеркальная. Но вот этот микроколюсец, он останется. Никто его управлять не собирается. Почему? Нет, не почему. Что дальше? А дальше у нас будет с вами супер ремень. Супер он потому, что он всем ремням ремень. Потому что я эту кожу подбирал специально для бритв. Я ее тестировал миллион раз уже. И я знаю, какой ремень, как работает. То есть просто обычный кожный ремень никогда не будет работать, как этот супер ремень. Они еще, кстати, в остатке на сайте. Так что, пожалуйста, можете посмотреть. Я покупать никого не призываю. Просто посмотрите. Он там первый. Черный. Так, переворачиваем и пробуем заусенец. Отличный заусенец. Хороший. Она там прям как рапивка царапается. Значит. Вы заметили, сколько времени, кстати? Я на все это трачу. Минимум. Потому что, если вы долго этим занимаетесь, значит, вы что-то делаете не так. Вот это вот движение. Просто для того, чтобы заусенец выпрямить. Чтобы его было, как бы вам объяснить, легче уронить потом. А уронять мы его будем на ремне. Так, камеру, кажется, я направил. Конечно, сзади у меня там будет фон не суперский. Тут место такое. И вот это вот ремень. Тот самый. Суперский. Вот здесь нанесена паста. Она уже давно размельчилась при правке. Потому что, когда сначала наносите пасту, она грубовато. Потом она закатывается и настолько размельчается, бритвами же причем, что она делается очень и очень сверх мелкой. То есть, более мелкой, чем 12 тысяч грит. Ремень тянем хорошо, когда на пасте шарахаем. Тянем прям вот реально так нормально. Ну, чтобы не вообще прям вот... То есть, ну, сдури не надо. Без фанатизма. А просто-напросто хорошую натяжку держим. Это важно. Это мелочь. Не спрашивайте, почему так надо. Потому что следующий шаг будет чуть-чуть с другой натяжкой. Это тоже все длится недолго. Вы должны чувствовать сопротивление ремня. То есть, бритва должна на нем прям реально тормозить. И тащиться так тяжеловато. Потому что паста настолько мелкая и настолько плотно уложена на ремень. И уже укатана. Что сопротивление очень огромное. В этот момент... Для чего все это делается? В этот момент... Отлетает заусенец. Почти весь. Практически его не остается. Этого достаточно. Переворачиваем ремень на шишавую сторону. И добиваем остатки заусенца. Вы его даже сможете увидеть, если он останется. Вот здесь на ремне он будет блестеть. Его желательно вот так вот рукой. Если он останется, этот заусенец. Никаких торопливых движений, вот этих дерганых, не нужно. Все делается плавно. Раздуманно. Обдуманно. Элегантно. И может быть даже в какой-то мере красиво. Вы думаете, как у вас начинает с пяточки ехать бритовка. Переваливать через середку и на кончик. Вот на этом ремне надо подзадержаться немного. То есть на этой стороне, на шишавой. Чтобы как следует. Вот прямо чтобы заусенца вообще намека даже не осталось никакого. И идет супер мелкая заточка. Вот с этой стороны, когда вы вводите ремень, тянуть сильно уже не стоит. А можно чуть-чуть прослабить. Чтобы как можно больше кромка проехалась по ремню. Это сделает ваше бритё более мягким. Если вы без изоленты потом правите бритву, то ремень еще чуть слабже держите. Чтобы компенсировать вот этот недостаток высоты изоленты. Это очень мало. Поэтому прогиб должен увеличиваться на немного совсем. Все. Бритва готова. И сейчас, ну-ка, давайте-ка. Сомневаюсь, что он будет видно. Потому что я это делаю на белом фоне. Сзади, там вот внизу, белый фон. Я проверяю бритву на волосе. Волосы отрубаются. Очень и очень легко. Одно касание. Распустилось и вторым отрубилось. Надвое. Обрываем. Раздвоенный волос. Сейчас я просто попаду на белый фон. Потому что я тоже уже не вижу нифига. С этой камерой все пополам. Очень не привык я работать перед камерой. Отлично. Раздвоился, отлетел. И остаток обрубился. Все. Снимаем изоленту. Бритва готова к бритью. Можно максимум еще тут что-то протереть. Вот здесь пятнышки остались какие-то. Все. На этом заточка бритвы. Именно заточка закончена. Ну вот и все, что я вам хотел показать. Сейчас мне еще осталось заточить еще одну третью бритву. Также, как говорится, с нуля. Ну не с нуля, она была уже заточена. Но заточить ее, опять, начиная с 5000 грит. И все, что я вам показал, вот это все заново повторить. То есть, когда затачиваете одну бритву, к примеру, на 5000 грит, то вторую сразу же параллельно не затачивайте. Почему, объясняю. Потому что под изолентой скапливается влага от воды. И пока вы затачиваете все три на одном камне, потом все три на другом камне, у вас под изолентой образуется окисление. Такая полосочка, которую потом просто так вот тряпочкой вывести не удастся. Там придется уже тряпочкой с пастой и аккуратно поработать. А вам оно надо. Лишние заботы. Поэтому затачивайте с нуля и до конца одну бритву. Так ее и затачивайте. Другие не трогайте. Ну вот, надеюсь, что я вам все рассказал. Все, в принципе, показал. По-моему, это не хитрое занятие. Всем как бы стало ясно, что оно доступно любому и каждому. И нет там никаких космических технологий, никаких-то суперсложностей, каких-то сверх камней. Ну, конечно, вот этот камень, японский меловой, я мог бы назвать сверх камнем. Потому что он реально сверх. Но вы то же самое можете сделать только в два-три раза дольше на любом другом финишном камне. Все. Ну, что ж, надеюсь, данное видео, которое я обещал вам, принесет вам только пользу и легкость в жизни и в пользовании, и в обслуживании, как говорится, ваших красавиц бритв. На этом все. И, как говорится, увидимся еще как-нибудь. Надеюсь, увидимся. Я вам еще, может быть, похвалюсь какими-нибудь новиночками. Но это будет не скоро. Всем добра.